всем привет сегодня мы будем готовить тушеную капусту с сосисками для этого нам понадобится естественно сама капуста в данном случае белокочанная морковка чесночок болгарский перчик репчатый лук сосиски и масло для зажарки вот мы наши овощи почистили помыли теперь мы будем нарезать морковку режем вот такой соломкой вот такая красивая соломка у нас получилось перекладываем тарелку приступаем к нарезке болгарского перчика его режем тоже тоже порезали соломкой такими тонкими полукольцами такой тонкий лучок у нас получился тоже перекладываем его на тарелку теперь можно порезать это делаем вот так пойдем сверху нашу ладуни раздавливаем таким образом он отдаст нам свои эфирные масла так вот чесночок мы переложим тарелку где-нибудь с краешку добавлять его будем самую последнюю очередь вот а теперь мы порежем капусту резать можно тоже кому как удобно так умеет вот я режу капусту тоже соломкой всем вот таким вот образом отрезаем вот такие части и потом измельчаем настолько капуста у нас получилось с половиной белка я нужно вот так немножко руками разобрать и вот как наподобие как тесто немножко пронесить прожампать вот так чтобы она немножко села немножко дала свой сок так нам ее будет легче потом перемешивать казанчики сильно усердствовать не надо так просто немножко вот столько капуста получилось теперь порежем сосиски раз мы все режем соломкой то их можно порезать чем-то наподобие соломки вот таким образом вот такие части режем все сосиски вот порезали мы сосиски в общем-то все у нас готово можно приступать вот у нас порезанные сосиски порезанный соломкой морковка лук болгарский перец чесночок и нашинкованная капуста приступаем к приготовлению вот мы уже поставили наш казан на огонь казан раскалился теперь добавляем сюда подсолнечное масло сразу сюда запускаем наши нашинкованные овощи все кроме чеснока чеснок мы будем уложить в последнюю очередь вот и будем все это обжаривать периодически помешиваем следим чтобы не подгорело наши овощи достаточно обжарились теперь мы сюда забросим наши сосиски теперь обжарим вместе с сосисками когда сосиски у нас немножко подрумянится добавим сюда чесночок также периодически помешиваем чтобы не пригорело вот сосиски тоже достаточно обжарились слегка подрумянились время сюда закинуть чесночок чесночок сыпаем самую последнюю очередь чеснок долго жарить не нужно достаточно его просто хорошо прогреть если его сильно обжарить даже может испортить вкус блюда поэтому чеснок жарим недолго постоянно вот так перемешивая помешивая ну буквально скоро 20-30 и пришло время сюда забросить нашу капусту посыпаем всю капусту сейчас кажется что ее много потом она тушится почти в два раза станет меньше вот мы сюда выложили всю капусту теперь это нужно перемешать вот так как на верху очень важно сейчас не солить капусту солить мы будем самый последний момент когда она уже будет готова потому как если посолить ее сейчас она даст очень много сока у нас получится не второе блюдо первое если вы любите когда в капусте очень много сока можете посолить сразу я буду солить самом конце вот так мы тщательно перемешали теперь накрываем крышкой накрываем крышкой делаем огонь средний чтобы не пригорело и оставляем прошло примерно 10-15 минут можно проверить накрываем перемешиваем и хорошо вовремя открылись готова поджариваться у нас капустка со дна хорошо перемешали вставляем еще минут на 10 потом помешаем еще раз прошло примерно еще 10 минут еще раз помешаем вот капуста практически готова так помешали накрываем крышкой и оставляем еще минут на 5-10 вот прошло еще примерно 7 или 10 минут открываем крышку теперь мы можем посолить с этим увлекаться сильно не стоит чтобы не пересолить вот видите получается что у нас если вот вам видно на дне сухо получается у нас капуста не в соку вот такая вот качественно все перемешали накрываем крышкой и додушим еще минут 10 кстати я подумала решила добавить сюда укроп вот уже в самом конце приготовления укроп сушеный вот так вот добавим сюда укропчику сильно много не надо чтобы не забил он весь вкус вот так тоже слегка перемешаем вот укроп я добавила получается до конца приготовления где-то минут за пять все накрываем крышкой еще немножечко наша капуста будет готова прошло где-то примерно еще минуток десять открываем это все наше блюдо готово можно накладывать и кушать вот так выглядит наше блюдо с пылу с жару вот такая вот она у нас совсем без жидкости вкусная сейчас будем накладывать такая у нас вкусная получилась капуста капуста с сосисками красота какой аромат вот такой вкусный ужин у нас сегодня получился приятного вам аппетита пробуйте у вас тоже получится до новых встреч пока